Послание к римлянам, глава 6, стихи 1 и 2. Для нашего избавления Бог выбрал чудесный путь. И я хочу назвать эту часть «из смерти в новую жизнь во Христе». Из смерти в новую жизнь во Христе. Что это значит и как к этому относиться? Стих 1. Готовы? Начали. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Я хочу, чтобы вы обратили внимание на ответ. Никак. Мы умерли для греха. Если вы умерли, то не сможете больше в чем-то участвовать. Вы для этого слишком мертвы. Бог, несомненно, сделал все, что нужно, чтобы освободить нас от власти греха. Кто из вас в это верит? Я верю, что Бог сделал все для того, чтобы грех больше над нами не властвовал. Фактически, этот отрывок из Писания говорит, что грех не должен над нами господствовать, потому что мы больше не под законом, но под чем? Под благодатью. Итак, я уверен, что Бог позаботился о том, чтобы освободить нас от власти греха. Но тут есть проблема. Мы родились грешниками. И если это так, то как нам избавиться от своей греховной наследственности? Мы все согласны, что родились грешниками, да? Все мы родились грешниками. Как же нам избавиться от греховного наследия, доставшегося нам от Адама? Если мы родились в Адаме, то вопрос в том, как нам из него выйти? Мы родились в Адаме. Как нам выйти из него? Есть только один способ выйти из Адама. И та фундаментальная истина, которую я хочу прояснить для вас, произведет огромный переворот во многих сферах вашей жизни. Есть только один способ выйти из Адама. Потому что мы родились в нем. Мы в грехе от рождения. Мы родились во грехе. Верно? Мы рождены во грехе. Теперь давайте вместе подумаем. Если мы родились во грехе, то как нам из этого положения выйти? Умерев. Итак, если мы в чем-то родились, то единственный путь из этого выйти через смерть. Войдя через рождение, мы должны выйти через смерть. Так? Теперь надо разобраться, как это все работает. Я имею в виду, что мы родились во грехе. Сформировались в беззаконии. И выйти из этого можно только через смерть. И вот теперь смотрите. Чтобы покончить со своей греховностью, нам надо покончить с собственной жизнью. С какой жизнью? С той, которую мы получили от рождения. Чтобы покончить с греховностью, надо покончить со своей жизнью. Можно увидеть, что Бог не ликвидировал грех. Он ликвидировал грешника. Чтобы покончить с грехом, надо покончить со своей жизнью. Итак, рабство греха начинается с рождения. Это мы поняли. Избавление от греха наступает со смертью. Это мы тоже поняли. Бог предусмотрел только такой путь. Итак, мы пытаемся вырваться из рабства греха. И Бог предусмотрел для нас выход через смерть. Секрет свободы в смерти. Смерть — ключ к свободе от греха. Какой же выход? Осознать, что Бог решил нашу проблему во Христе. Я хочу, чтобы вы открыли Римлянам 6.3. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Посмотрите еще раз на стих 3. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, все мы, крестившиеся во Иисуса Христа, крестились в Его смерть? Именно об этом здесь говорится. И я хочу, чтобы вы не упустили такой момент. Бог решил, что избавление от греха приходит через смерть. Вот выход из греха, который Он для нас избрал. Теперь давайте еще раз посмотрим на Римлянам 6.2. Никак, мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Итак, мы умерли для греха. Мы не намереваемся умереть для греха. Мы для Него уже умерли. Вы можете сказать, я не помню. Нет, нет, мы умерли. Ключ в 3 стихе. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Мы умерли для греха. В прошедшем времени. Повернитесь к соседу и скажите, я умер для греха. Теперь для Бога мы во Христе. Это ключевое утверждение. Для Бога мы во Христе. Бог имеет дело с нами через Христа. Он не имеет дело с вами лично. Он имеет дело с вами через Христа. Он имеет с вами дело во Христе. Вопрос, Христос умер? Да. И если вы в нем, вы умерли? Да. Хорошо, тогда громко скажите, я умер для греха. Но если Бог имеет с нами дело во Христе, то мы должны быть в нем. Если Он имеет с нами дело во Христе, то чтобы это подействовало, мы должны быть в нем. И тут появляется еще одна большая проблема. Как же нам войти в Него? Как нам оказаться во Христе? Послушайте ответ. Вопрос, как нам войти во Христа? Ответ, мы в нем. Вопрос, как нам оказаться во Христе? Ответ, мы в нем. Скажите вслух, я во Христе. Что мы сами не смогли, то Бог сделал за нас. И это сам Бог поместил нас во Христа. Это Божье действие. Бог поместил нас во Христа. Перейдем к 1 Коринфянам 1.30. 1 Коринфянам 1.30. Бог поместил нас во Христа. 1 Коринфянам 1.30. Это не путь, который мне надо найти. Не метод, который я должен применить. Это то, что сделал Бог. Это Божье дело. Он сам поместил нас во Христа. Теперь 1 Коринфянам 1.30. Смотрите. От Него и вы во Христе Иисусе. Остановимся здесь. Вы во Христе Иисусе. Как? От Него. То есть от Бога. Вы в Нем благодаря Богу. Вы во Христе. Каким образом? От Него. Вы во Христе. Видите первую часть? От Него и вы во Христе. Здесь говорится, что вы во Христе не благодаря каким-то своим усилиям, планам или достижениям. Вы в Нем просто благодаря Богу. От Него вы во Христе. О Господи. От Бога. От Него и вы во Христе. От Бога. От Него и вы во Христе. Это не наше дело. Нам не надо самим ничего придумывать. Изобретать или пытаться найти какой-то способ. Не нужно составлять план, как войти в Бога. Потому что Бог уже сам все придумал и сам все сделал. Это дело Божье. Это божественное действие, и Бог все уже совершил сам. Даже не пытайтесь достичь этого самостоятельно, своими человеческими усилиями. Бог ясно говорит, что вы во Христе благодаря Мне. Это от Меня. Это Я поместил вас во Христа. И вот что замечательно. В 30 стихе говорится, «От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью». Итак, если я в Нем, то у меня есть доступ к этой премудрости. Он сделался нашей праведностью. Бог поместил меня в Него, и значит, у меня есть доступ к этой праведности. Искупление. Бог поместил меня в Него. Другими словами, у меня есть доступ ко всему, что доступно Христу. Это стало доступно Мне. Все, что доступно Христу, сделалось доступно Мне. Я в Нем — это дело Божье. Что я в Нем? Это дело Божье. Это дело Божье. Приведу простой пример. Евреям, глава 7. Перейдем к ней. Евреям, глава 7, стих 9. Давайте немного поработаем над вашей верой, потому что я знаю, чем все закончится, а вы нет. Так что начнем и положитесь на меня. Скажите громко, Бог божественным действием поместил меня во Христа. Поэтому я в Нем. А теперь нужно откровение, чтобы это стало для вас реальностью. И я уверен, что вы его сегодня получите. Чтобы то, что я скажу, воплотилось для вас в реальность, нужно откровение. Сейчас я даю вам много информации к размышлению и уверен, что в какой-то момент вы получите и откровение. Понимаете ли вы всю ту информацию, что я дал вам до этого момента? Понимаете, что согласно Слову, мы в Нем, потому что Бог своим божественным действием поместил нас туда, а не потому, что мы так задумали. Это Бог все так задумал и осуществил. Я во Христе. Боже милостивый, я во Христе. Так нечестно, потому что у меня есть откровение. Но я хочу, чтобы и у вас оно было, и попробую подвести вас к Нему. Смотрите, что он сказал в послании к евреям. Евреям 7, 9. Здесь говорится о священстве Мелхиседека. «И так сказать, сам Левий, принимающий десятины, в лице Авраама дал десятину, ибо он был еще в чреслах отца, когда Мелхиседек встретил его». Итак, весь Израиль был в Аврааме, когда Авраам дал десятину. Весь Израиль плюс Левий они дали десятину, потому что, когда Авраам встретил Мелхиседека, они были в Аврааме. И это очень похоже на то, о чем нам говорит этот отрывок из Нового Завета. Очень верный прообраз того, что мы во Христе. Весь Израиль был в Аврааме, и это показывает мне, что Авраам — это прообраз Христа, а Израиль — наш прообраз. И Писание говорит нам, что как Израиль был в Аврааме, когда тот совершил то, что совершил, так и мы во Христе. Я объявил войну дьяволу простотой и доступностью. Если я смогу доступно передать вам это простое понимание и сумею научить вас применить его в жизни, это значит, я сегодня нанес ему удар. И так всякий раз. Вот о чем здесь говорится. В Аврааме Леве и Израиль делали все, что делал Авраам. И так же мы во Христе сделали все, что делал Христос. Христос был распят. Мы в нем, и мы тоже были распяты. Христос воскрес. Мы в нем, и мы тоже воскресли. Христос воскрес и принял всю власть и силу. Мы в нем. И мы тоже это приняли. Его дела неотделимы от вас, когда вы в нем. Его дела неотделимы от вас, когда вы в нем. Вы больше не сможете смотреть отдельно на Христа и на себя и отделять одно от другого, потому что, что сделал Иисус, в Нём сделали и вы. Вы там. Когда Иисус был на кресте, то все мы умерли. Не лично, потому что мы тогда ещё не родились, как и в случае с Левием. Мы ещё не родились. Но мы в Нём, и потому в Нём мы умерли. Второе Коринфянам, глава пятая. Сейчас я вам это покажу. Мы в Нём, и в Нём мы умерли. А ведь мы даже ещё не родились. Посмотрите сюда. Второе Коринфянам, пятая глава, четырнадцатый стих. «Ибо любовь Христова...» Нашли? Скажите «Аминь». «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так, «Если один умер за всех, то все умерли». «Если один умер за всех, то все умерли». «И Иисус умер за всех, тогда умерли все, кто в Нём». «Все, кто в Нём, умерли». «Все, кто в Нём, умерли». «Итак, когда Он был распят, мы все были с Ним». «Идию». «Истииду пример». Вот листок бумаги. Он по-своему уникален, этот листок. Это очень простой пример. Простая бумажка, я ее беру и кладу в книгу. Итак, если я положу эту книгу на ступеньку, то где будет наша закладка? На ступеньке. Если я возьму эту книгу с закладкой в ней и отправлю по почте в Гонконг, где будет закладка? В Гонконге. Если я возьму книгу и брошу ее в воду, где будет закладка? В воде. Если я возьму книгу и поставлю в красивый стеклянный шкаф, где будет закладка? В стеклянном шкафу. Итак, что происходит с книгой, происходит и с закладкой, потому что она в книге. С книгой не может случиться ничего, что не случилось бы и с этим листочком бумаги, потому что он находится в книге. И вот точно так же, как эта закладка в книге, так и вы во Христе. И когда вы во Христе, то что бы с ним ни происходило, все это будет происходить и с вами. Эта книга нигде не может оказаться без этого листка, а с листком не может случиться ничего такого, что не случилось бы и с книгой. Понимаете? Куда книжка, туда и листочек. Что с книжкой, то и с листочком. Сгорит книжка, сгорит и листок, потому что он в книжке. Мы во Христе. И нет ничего такого, через что прошел Христос, к чему мы остались бы непричастны. Потому что мы — листочек в книге. Аминь. Листочек в книге. Куда книжка, туда и листок. Что испытывает книжка, испытывает и листок. Теперь вернемся к 1 Коринфянам 1.30, где говорится «От Него и вы во Христе Иисусе». «Я был распят, когда был распят Христос». Слава Богу! «Я был распят, когда был распят Христос». «Я умер, когда умер Христос». «Я воскрес, когда Христос воскрес». Кто-нибудь скажет «Но Христос же ушел на небо». «И я посажен там с Ним». «Он не ушел на небо без меня, потому что я был в Нем». Господи, да вы не понимаете, о чем я сейчас говорю. Хорошо, копнем глубже. Никто из людей, и это очень интересно, никто и никогда не мог совершить самоубийство через распятие на кресте. Представьте себе распятие. Я бы посмотрел на вас, если бы вы решили покончить с собой на кресте. Одну руку прибил, а как вторую? На кресте не совершишь самоубийство. Это невозможно. Так что Бог не требует от нас распять себя на кресте. Бог никогда не требует, чтобы мы распинали себя. Почему? Нам не нужно распинать себя, потому что, когда Он был распят, мы были распяты в Нем. Но когда есть такое убеждение, такая доктрина, учение, что нам нужно распять себя, умереть для себя, это называется теология смерти для себя. Я вам расскажу, о чем говорит эта теология. Она внушает нам идею, что мы нечистые, грешные людишки, которым нужно постепенно избавиться от самих себя. И таким образом мы явим миру Христа. Прежде всего, проблема с идеей смерти для себя в том, что ее нет нигде в Библии. От бытия до откровения. Проверьте сами. Фразы «умереть для себя» в Библии нет нигде. Нигде от бытия до откровения. Вообще нет. А теперь перейдем к третьей главе послания к Колоссянам. Видите ли, люди будут говорить что угодно, чтобы придумать какое-то оправдание или попытаться объяснить, почему они продолжают грешить. Колоссянам 3.9. «Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его. Здесь говорится, что мы сняли с себя свою ветхую природу. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека. Вы совлеклись с себя свою ветхую природу. Но тогда откуда берется идея умереть для себя? Посмотрите послание к Римлянам, глава 6, 10 стих. Римлянам 6.10. «Ибо, что он умер, то умер». Когда? Однажды для греха. А что живет, то живет для Бога. Так и вы почитаете себя. Слово «почитайте» или «считайте» — в древнегреческом языке сильное слово. Оно употреблялось как бухгалтерский термин. Оно могло означать подбить баланс или привести счет в соответствии с истиной. В арифметике дважды 2, 4, чтобы вы не считали. Без разницы в раю или в аду все равно 4. И вы можете посчитать это за истину. Нельзя считать за истину то, что неверно. То, что вы считаете, должно быть верным по определению. Должно быть абсолютной истиной. Так не бывает, что у вас в кармане 12 долларов, а вы пишете 15, потому что считаете, что у вас на 3 больше. Это слово тут не годится, потому что нельзя считать, почитать за истину то, чего нет. В греческом языке это слово нельзя использовать для недостоверных данных. Поэтому оно и употреблено здесь. Нельзя использовать слово «считать» в том, что неверно. Когда вы используете слово «почитать» или «считать», это бухгалтерский термин, значит, там все верно и абсолютно точно. Один плюс один должно быть равно двум. Так что, когда тут говорится, «Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господи нашим». Это достовернейший отчет о том, что вы действительно мертвы для греха. Вы мертвы для греха. Я почитаю это достоверным, поскольку Иисус умер для греха. Я почитаю вас тоже мертвыми для греха. И в этом не может быть никакого сомнения. Но дело в том, что хотя здесь используется такое слово, чтобы совершенно точно показать, что вы мертвы для греха, оно не будет иметь для вас большого веса, пока вы сами не будете в этом уверены. Пока слово «почитать» не станет для вас реальностью. «Почитать» и «верить» это относится к прошлому. И то, и другое относится к прошлому. Я почел это за истину и произвел учет того, что уже произошло. И я подвожу итог. «Вы мертвы для греха». Но если для самих себя вы не мертвы для греха, то вера не сработает. Потому что, хотя вам говорят истину, дают совершенно честный расклад, вы его таковым не признаете. И проблема в том, что пока вы не начнете жить, твердо зная, что мертвы для греха, враг будет продолжать стучаться к вам в дверь и говорить, «Нет, ты не умер для греха». И проблема будет в том, что вы начнете сомневаться, а прошли ли вы через все то, через что прошел Христос. Итак, тут сказано прежде всего, что это утверждение абсолютно верно. Когда Христос умер, умерли и вы. Когда Христос был распят, вы тоже были распяты. Когда Христос воскрес из мертвых, вы воскресли. Я почитаю это за истину, а теперь вы должны сказать, «Минуточку, я умер для греха, я был распят на кресте, я воскрес из мертвых». Это ясно, как дважды два-четыре. Только так можно на это смотреть. Для меня это ясно, как дважды два-четыре. А как там ваша уверенность? Когда враг приходит и атакует вас сомнениями, что вы не можете иметь то, что было у Христа. Для вас это даже не вопрос. Что ты о себе возомнил? «О, я-то знаю, кто я». Это ты не знаешь, где я. Друзья, я знаю, кто я такой. Я Крефла, но я во Христе. Но сначала вы должны почитать это истиной. Вы должны верить, что все так и есть. И тут сказано, «Так и вы». Смотрите, как он говорит. «Ибо что он умер, то умер однажды для греха. А что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте». Мне нравится место в расширенном переводе Библии. «Так и вы почитайте». Так и вы почитайте себя также мертвыми для греха и вашу связь с ним разорванной. Живыми же для Бога, живя с ним в нерушимом союзе во Христе Иисусе. Господь умер не только для того, чтобы пролить свою кровь. Он умер, чтобы и мы умерли. Задумайтесь на минуту. Это так сильно. Еще раз. Кровь позаботилась о ваших грехах, а крест позаботился о вас. «Кровь позаботилась о ваших грехах, а крест позаботился о вашей старой природе». Я во Христе. Оба стиха из послания к римлянам, и я мог бы привести и другие. Оба этих стиха очень нравятся мне, потому что мне больше не надо себя убивать. Мне надо просто умереть для себя. Я промахнулся мимо цели. Как это обычно работает в нашей жизни? «Ах, я промахнулся, о Господи, мне надо еще немножко себя распять. Я еще не умер для себя как следует». А вот что хочет от вас Бог. Хватит уже умирать для себя. Пора понять, что вы уже умерли. Что бы произошло, если бы вы получили это откровение? Знаете, что нам надо на самом деле? Надо сходить на собственные похороны. Вы мертвы для греха. У вас это звучит так, будто вам надо самим себя убить. Нет, вы тоже умерли. Пока вы будете думать, что вам надо убивать себя всякий раз, когда вы согрешаете, вы будете зациклены на этом. Но если в один прекрасный день вы получите откровение, «Я мертв!» «Я мертвый!» Представьте себе ситуацию. Какая-то женщина пытается с вами закрутить, а вы смотрите на нее и говорите, «Прошу прощения, мадам, но я мертв!» Ей останется только сказать, «Ну что ж, примите соболезнования». Вот над чем нам надо работать. Осознать, что это уже совершившийся факт. Я мертв. А не, «Ах, мне нужно умереть для себя!» Потому что, посмотрите на меня, это мое «я» заставляет меня говорить так и поступать так. «А ваше «я» уже прибито ко кресту». А ваше «я» Знаете, чего не хватает? Осуществление этого. Ваша вера не сделала этот факт свершившийся в прошлом реальностью. Итак, когда мы говорим, что вера есть осуществление ожидаемого, что есть вера на самом деле? Это осуществление свершившегося в прошлом события, того, что уже сделано. Вы говорите, «Бог может это сделать» или «Бог может быть сделать так». Это не вера. Послушай, брат, «Да, да, я знаю, Бог может». Это не вера. Но мы думаем, что это вера. «Да, да, мы знаем, что Бог может». Это не вера. Вера всегда говорит о том, что уже совершилось. Поэтому должно быть так. «Послушай, брат, ты веришь, что Бог может это сделать? Я верю, что все уже сделано». Это вера. «Ты веришь, что Бог может оплатить твои долги? Я верю, что мой долг уже оплачен». Это вера. Вера. И почитайте, эти слова всегда относятся к прошлому. Вера берет факт. Свершившийся в прошлом. Вера — это знать, что все уже сделано. Аллилуйя. Вера — это ваше позитивное отношение ко всему, что уже дано вам по благодати. Вера — это наш способ присвоения того, что стало доступно вам по благодати. Аллилуйя. Но вера имеет дело только с тем, что уже совершилось. Аллилуйя. Говорит, «Бог может быть, возможно, сделает так», это не вера. Вера говорит, «Бог сделал». Он это уже совершил. Все уже сделано им. Она всегда говорит о том, что уже сделано. так что когда вы начинаете раздумывать, «Почему же то, во что я верил, не произошло, потому что большинство людей вообще не оперирует верой». Будущее — это сфера надежды. Вы надеетесь. Но надежда не является осуществлением и не приносит его. О, Боже. Моя вера осуществляет то, что уже совершилось. Моя вера не создает чего-то на будущее. Моя вера будет брать то, что уже совершилось в моем прошлом. Друзья мои, когда вы начнете так делать, у вас все начнет осуществляться как никогда раньше. Своей верой вы заставите проявиться то, что уже совершилось. Не знаю, получится ли у меня повторить эту фразу. Если вы ходите сюда, но не слушаете, вам сейчас не повезло. Вера берет что-то уже совершившееся в прошлом, то, что уже сделано. Иисус сказал, свершилось. Вся наша жизнь по вере заключается в том, чтобы взять то, что уже совершилось. Ну вот что. Уверенность это когда вы верите в реальность чего-то для вас. Вы верите исцеление это свершившийся факт и оно реально для меня я исцелен. Вы верите преуспевание это свершившийся факт и оно реально для меня я уже богат. Вы верите освобождение это свершившийся факт и ваша вера говорит Теперь я осуществляю то, в реальность, чего я верю, потому что теперь для меня это настолько же реально, насколько это реально в духовной сфере. И внутри меня возникает такая уверенность, такая реальность. Я так сильно верю, что я это уже делаю, что это осуществляется через Божье Слово и мою веру в то, что надо просто взять то, что уже есть, и для меня это реальность. Пусть даже в настоящем этому нет никаких подтверждений. Настолько реально то, что я умер для греха, настолько реально. что я воскрес вместе с Ним. Это настолько реально, что мне не надо себя истязать, потому что когда Его истязали и распинали на кресте, то же самое делали и со мной, потому что я был в Нём. И это должно стать для меня реальностью. И когда это станет настоящей реальностью для вас, вы перестанете заниматься всякими странными делами, которыми занимаетесь сейчас. Как это называется? Я назвал бы это другим словом. Но знаете, когда начинаешь чувствовать внутри себя ложное смирение, вот как это называется. Всё это ложное смирение. «О, Господи, мне надо умереть! Мне надо ещё больше умереть для себя! Пожалуйста, помоги мне умереть для себя!» А теперь представьте, как Иисус на вас смотрит. Ты что, забыл? Ты уже умер. «Осуществилось!» Он говорит, «Ты уже умер!» Это реальность на небесах. Это реально для меня, это реальный факт в прошлом. Только для тебя это пока ещё не стало реальностью. И то, что не стало реальностью в вашей жизни, то, что не почитается за истину в вашей жизни, скорее всего, так и не появится. И останется свершившимся только в духе, потому что мы не знаем, как использовать веру, чтобы это получить. А вопрос получения упирается в получателя. Это реально для меня. И то, что реально для вас, начинает осуществляться, потому что для вас это реальность. Я не иду к Богу с просьбами, «Господи, помоги мне! Помоги мне умереть сегодня и на будущее!» Нет. Вот как я прихожу к Богу с этого момента. Свершилось! Вот с этим я прихожу к Богу. Свершилось. Исцеление — свершившийся факт. Благословение — свершилось. Защита — свершилось. Освобождение — свершилось. Всё это свершилось. Я верю Богу, что у меня будет дом. Бог уже построил этот дом для вас 2000 лет назад. Вам надо верить, что это воля Божья для вас. Пока Божья воля неизвестна, вера не будет работать. Воля Божья в Слове Божьем. Слово Божье говорит о том, что Божье дело совершилось. Вам надо взять то, что свершил Бог, верой, и получить то, что уже сделано. Жизнь по вере всегда основана на том, что уже сделано, уже свершилось, уже произошло. Всегда основана на факте прошлого. Мы уже искуплены. Это уже свершил Иисус Христос. Вот так. И надо делать это ежедневно. Начните это делать каждый день. Всякое наше взаимодействие с Богом основано на том, что уже сделано. Всё, что вы пытаетесь обрести, находится на складе. Надо взять оттуда то, что уже там. Не надо упрашивать Бога что-то сотворить. Это уже свершилось. Я почитаю, считаю это совершившимся. Вы теперь понимаете, как использовать это слово. Кто-то подойдёт к вам и скажет, «Ну что, брат, ты веришь, что ты исцелишься?» Я почитаю себя исцелённым. Ты думаешь, что получишь сегодня деньги? Я почитаю себя уже получившим. Слава Богу! Аллилуйя! И на небесах такое ликование. У-у-у! Кто-то что-то получил. Ты думаешь, что получишь освобождение? Я почитаю себя уже свободным. Некоторые из вас думают, что слово «почитайте» — это просто странное устаревшее словцо. Но это очень сильное слово. Я почитаю это уже свершившимся фактом. И как ты собираешься получить дом? Да ты знаешь, сколько он стоит. Я почитаю за истину, что у Иисуса Христа уже есть вся необходимая сумма, да и дом этот я уже почитаю своим. Только представьте, что произойдёт с вашей верой, если вы начнёте реагировать так, а не так, «Ну, я не знаю, не знаю, ни в чём нельзя быть уверенным». Знаете, пути Божьи неисповедимы, Его пути не наши пути. Его чудеса непостижимы. Но мы знаем, что для Него это возможно. И мы знаем, что Он может это сделать. Да-да, может. Вы же с этим согласны? Согласны? А потом вы удивляетесь, что ничего не происходит. Лучше говорить так. Я почитаю тоже свершившимся фактом. Он совершил. Я почитаю. Помните, Даниил молился о помощи. Я обратил внимание, что это осуществилось через три недели. И Господь сказал ему, «Когда ты попросил, я ответил, но ответ дошёл до тебя только через три недели». Я подумал, «Как это только через три недели?» И он сказал, «Дело не во мне, просто дьявол пытался этому помешать». И понадобилось три недели, чтобы он был разбит, и ответ дошёл до тебя. Это пример, что вы можете начать верить Богу в каком-то вопросе, и вы можете спрашивать, «Почему у меня этого до сих пор нет? В чём проблема?» А вы учли те демонические силы, которые пытаются вам воспрепятствовать? Вы действительно почитаете это уже своим? Дело совсем не в том, что Бог медлит с осуществлением этого. Знаете, во что я верю? Я читаю Библию не для того, чтобы произвести впечатление на Бога, а для того, чтобы убедить себя. Я прихожу в церковь, чтобы больше и больше убеждаться самому. Я размышляю над словом, чтобы убеждаться самому. Бог уже сам всё сделал. А я пытаюсь сообразовываться с этим, приготовить путь, по которому то, что уже сделано, придёт в мою жизнь. Аллилуйя. Возьмите две-три каких-то проблемы и начинайте высвобождать веру. Постоянно. Пусть это слово будет перед вами каждый день. Почему я провозглашаю места Писания? Вы знаете, что я каждый вечер перед сном провозглашаю стихи об исцелении. Кто-то скажет, «О, пастор, что случилось?» Да я вообще-то здоров. Но это хорошо знать, что я запасе веры на случай, если со мной что-нибудь произойдёт. Я хочу, чтобы у меня было много веры, если что-то случится. Слава Богу. Аллилуйя. Слава Богу. Я благодарю Бога за восстановление голоса, за здоровые связки весь этот год. Я ходил к врачу проверяться. Почти всё уже в порядке. Но я не говорил. Ну что же, посмотрим, может быть, Господь что-то сделает, если на то Его воля. Нет. Я абсолютно убеждён, что исцеление пришло. Никогда мне был поставлен диагноз. Исцеление пришло две тысячи лет назад. И ожидала моменты, когда оно мне потребуется. Теперь моя вера осуществляет это, и уверенность получает то, что давно стало доступно для меня. Этому может что-то препятствовать, но это не имеет значения. Не обращайте на это внимания. Если вы верите, что всё уже совершилось, то какая в сущности разница, когда это произойдёт и дойдёт до вас? Только не сдавайтесь. Слишком многие христиане сдаются через какое-то время. А сколько лет прошло, прежде чем Абрам получил сына? Не одна неделя, верно? Побольше, так? Но он не сдавался, правда? Я разговариваю со многими людьми, и они говорят, что то, во что они верили, произошло через пару лет. Всё так и сделалось. В точности так, как они верили. Три года спустя. По-моему, нам надо немного затянуть пояса. Мы хотели, чтобы это работало, как микроволновка. Пик-пик-пик! И ничего не вышло. И что мы делаем? А-а-а, мне надо умереть для себя. А вы представьте себе, который раз мы уже умираем для себя. И Бог такой, им ещё не надоело умирать? Мне лично надоело. Я уже давно умер. Они всё пытаются умереть для себя. Всё распинают себя на кресте. Забили один гвоздь, а дальше, помогите! Понимаете, о чём я говорю? А теперь нам надо быстро разобрать следующее. Послание к римлянам. Глава 6, стихи 6, 7. Шестой стих. Давайте прочитаем его вместе. «Зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Ибо умерший освободился от греха». Мы освободились от греха. Мы свободны от всякого рабства греха. Тут я должен сказать правду. Вы не свободны от греховных поступков, потому что рождённый свыше христианин всё же может согрешить, если открывается для искушений, которые подсовывает ему дьявол, соблазняя его. Вот почему вам необходимо обновляться и обновлять свой ум и поступать по духу, чтобы не исполнять вожделение плоти. Но тут говорится о рабстве греха. Всегда помните, когда вы читаете об избавлении от греха, что это избавление от рабства греха, потому что вы были полностью избавлены от природы греха. Вы избавлены от господства греха. Вы избавлены из плена греха. Вы избавлены от корня греха. Он выкорчеван из вас. У вас новый корень, новая природа, Божья природа. Это означает, что вы способны не грешить, если вы этого не хотите. Поэтому всякий раз, когда рождённый свыше христианин согрешает, это происходит потому, что он каким-то образом открывает себя вожделением плоти, потому что зло всё ещё существует. Даже если вы избавлены, если вы мертвы для него, зло всё ещё существует. И всякий раз у вас есть выбор. А раньше у вас его не было. Вы не могли не грешить. А теперь это ваш выбор. Вот что произошло, когда вы родились свыше. Вы вышли из рабства греха, где вы не можете не грешить, потому что у вас греховная природа. Вы грешите, потому что греховная природа такова, что толкает нас в грех. Но родившись свыше, вы умерли для греха. Вы были избавлены от господства своей греховной природы. Поэтому вы теперь можете не грешить. Вы перешли из рабства греха к свободе выбора. Теперь это ваш выбор в любой ситуации. И вы можете сделать выбор не грешить, поступая по духу, либо открыть дверь, в которую постоянно стучится дьявол, и поддаться ему, если не будете уделять внимание тому, чему нужно. Но это не значит, что вы испортили все, что произошло с вами, когда вы оказались во Христе. Вы все равно. Знаете, на чем хочется грать дьявол? Если я умер для греха, как же я тогда могу грешить? А это потому, что вы зацикливаетесь на том, что производит грех. Вы мертвы для греха, это значит, вы можете не грешить. Сосредоточьте внимание на том, что с вами произошло. Обновляйтесь умом по Слову Божьему, поступайте по духу и будете наслаждаться тем, что свободны. Или, скажем так, вы будете радоваться тому, что свободны и мертвы для всякого рабства, господства, обольщения греха. Но вы по-прежнему можете совершать греховные поступки. Это ваш выбор. Вы этого не хотите, потому что вам от этого делается так плохо, что хочется умереть. И вот тогда и начинается. «Ааа, мне надо умереть!» И вы теряете уверенность. Вы добровольно расстались с ней. Вы уже сомневаетесь в том, что произошло во Христе, что остается истиной, даже когда вы промахнулись. Но чем больше вы осознаете, чем больше вы почитаете себя во Христе, тем меньше вы возвращаетесь к греховным поступкам. Таково истинное положение дел. Я мертв для греха. И вот что происходит, когда до вас дошло. Я умер для греха. Для меня это реальность. Тогда вы начинаете поступать иначе. И это хранит вас от греховных поступков. Слава Богу. Не знаю, запутал я вас или распутал, когда все это говорил, но я пытался все прояснить. Давайте перейдем ко второй главе послания к Галатам. И когда откроете вторую главу послания к Галатам, обратите внимание на 20 стих. В стихе 20 говорится, «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне кто? Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божья, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Итак, всякое истинное христианство заключается в том, чтобы умереть и вновь пробудиться к жизни совершенно новым человеком. Смысл в том, чтобы умереть и воскреснуть новым человеком. Пройдя через собственную смерть, погребение и воскресение, мы становимся праведными, святыми, Божьими детьми. И эта перемена реальна, это по-настоящему, это не символически или образно, это реально на самом деле. Итак, Новый Завет — это гораздо больше, чем просто уйти из-под закона и жить по благодати. Благодать будет действовать не для всех и каждого. Послушайте, благодать работает не для всех. Она только для тех, чья суть стала новой. Она предназначена только для тех, кто обновился в своей сути. А для этого надо принять собственную смерть. Наша новая жизнь во Христе плюс свобода благодати дает возможность проявляться Божьему Духу. Наша новая жизнь во Христе плюс действие свободы благодати поможет Божьему Духу проявляться через нас. А теперь интересный вопрос. Зачем умирать? Я имею в виду «во Христе». Но зачем? Я сейчас очень быстро назову вам три причины, почему надо умереть. Первое. Мы умираем для закона, чтобы жить по-новому. Мы умираем для закона, чтобы жить по-новому. Прочитаем Галатам 2, 19. Мы умираем для закона, чтобы жить по-новому. В стихе 19 сказано «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога». Чтобы жить для Бога. Но для этого надо умереть для закона. Вот почему мы потратили несколько месяцев на то, чтобы вы увидели истинный Дух, который стоит за законом. Хотите жить для Бога? Надо умереть для закона. Еще один стих. Колоссянам 2 глава 20 стих. Давайте на минутку перейдем туда. Колоссянам 2, 20 говорит. Итак, если вы со Христом умерли для стихи мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений «Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся»? Здесь говорится, если вы умерли со Христом для мира, то вы умерли и для закона. Зачем же вы продолжаете соблюдать эти постановления? Вы умерли для закона, чтобы жить для Бога? Жить жизнью, вводимой Духом, а не законом. Он говорит, «Так почему же, если вы умерли со Христом, вы остаетесь в плену мирских правил? Почему вы до сих пор в плену у этих запретов? Нельзя, нельзя, нельзя». Это лишает вас возможности быть вводимыми Духом и жить для Бога. Итак, вот первая причина. Мы умираем для греха, чтобы жить по-новому. Так? Чтобы жить по-новому. Вторая причина. Мы умираем для власти греха, чтобы обрести свободу выбора. Это как раз то, что я сейчас пытался объяснить. Мы умираем для власти греха, чтобы у нас была свобода выбора. Откройте шестую главу послания к римлянам. Мы умерли для власти греха, поэтому у нас есть свобода выбора. Мы можем сами теперь выбирать жизнь для Бога, а не грех. Второй стих, римлянам 6, 2. «Мы умерли для греха, как же нам жить в нем?» «Мы умерли для греха, нам не обязательно жить в нем». Седьмой стих. «Ибо умерший освободился от греха». Если вы умерли для греха, вы свободны от него. Стих 12. «Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его». Итак, мы умираем для власти греха, чтобы иметь свободу выбора. У меня есть свобода выбора. Я больше не раб своей греховной природы. Я умер для этой природы. Я могу не грешить, если я этого не хочу. У меня есть выбор. Это мой выбор. Я больше не хочу поступать так. Я хочу жить иначе. Я не хочу больше делать то. Я хочу делать это. У вас есть выбор. Когда вы были живы для греха, этого выбора у вас не было. У вас была греховная природа, корень, и в конце концов, вы производили соответствующие плоды, которые исходят из греховного корня. Но когда вы умираете для этого, грех больше не господствует над вами. Третья причина. Мы умираем, чтобы обрести три вещи. Новое сердце, новый ум и новый дух. Чтобы стать новым творением. Мы умираем, чтобы стать новым творением. Чтобы получить новое сердце. Иезекииле 36, 26. Здесь говорится, «Возьму у вас сердце каменное и дам вам новое сердце плотяное». Мы стали новым творением во Христе. Поэтому у нас новое сердце, новый ум. Это в 1 Коринфянам 2, 16. Мы имеем ум Христов. Итак, мы умираем и получаем новый ум и новое сердце. 2 Коринфянам 5, 17. У нас новый дух. Мы иногда рассказываем о том, как отдали Богу свою жизнь. На самом деле нам нечего было отдавать. В нас жизни не было. Сегодня я отдаю Христу свою жизнь. Да нет у тебя никакой жизни. На самом деле это не мы отдали Ему свою жизнь. Это Он распял нашу старую природу и дал нам свою жизнь. Он распял на кресте нашу ветхую природу и дал нам свою жизнь. Так что вместо того, чтобы говорить, «Я отдал Богу свою жизнь», поймите, что это Бог дал вам жизнь. Бог дал вам жизнь, слава Богу. Он дал вам жизнь. Откройте вторую главу послания к Ефесянам. Это почти все на сегодня. Я так рад, что вы пришли сегодня. Мне так хорошо. И вот что я вам скажу. Я умер для греха. Я почитаю себя мертвым для греха. Не говорите, о Господи, мне надо избавиться от этого. Лучше так. Я считаю себя уже избавленным. Аминь. Откуда тебе взять столько денег? Ходишь тут, провозглашаешь, что богат. А я считаю, что они у меня уже есть. То есть, как это уже есть? Я абсолютно точно, без тени сомнений, почитаю за истину это утверждение. Деньги у меня есть. А где ты их взял? Они есть у Христа. А Он где их взял? Ну, Его скот на тысячи гор. И я не намерен сейчас в это вдаваться. Но Иисус отнюдь не был бедняком. Отнюдь.